МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Поздравление президента и звезд. Полосатое шествие, концерт известных российских групп Владивосток с размахом отметил День Тигра. Я коренная жизнь Владивостока. Соответственно, я болею за будущее нашего приморского края. Тигр – это тигрица. Я себя ощущаю тигрицей, защищаю своих детей. Новые кадровые назначения, изучение проблемных вопросов и первые решения в Рио губернатора Олег Кожемяка входят в курс дела. Общественность предполагает, что ждет Приморье с приходом очередного главы региона. Прошедшие выборы неудачные. Прошедшие выборы губернатора приморского края показали, что Приморье очень разборчивая невеста. Неделя просвещения с 1 по 7 октября в Краевом центре будут проходить мастер-классы, выставки, лекции и многое другое. Во Владивостоке стартовали Дни Эрмитажа. Также в выпуске в брак с открытой датой и в долевое строительство с меньшими рисками новые законы вступают в силу в октябре. И еще раз скажем, лето заглянет в Приморье, но приведет за собой очередной тайфун. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. С 1 октября на территории России вступают в силу сразу несколько нововведений в законах. Так теперь граждане могут сами выбирать дату и время регистрации брака. Выбор можно сделать не ранее одного месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Его можно подать лично, обратившись в ЗАГС или в многофункциональный центр «Мои документы», а также через единый портал государственных и муниципальных услуг. С октября в России начнут действовать и новые штрафы. Связаны они с нарушениями в сфере долевого строительства. Теперь чиновники и застройщики будут нести административную ответственность в случае, если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в единую информационную систему жилищного строительства. Штраф будет составлять до 200 тысяч рублей. Еще одна инициатива коснется работающих пенсионеров. С 1 октября организации, в которых работают специалисты пенсионного возраста, будут обязаны составлять ежеквартальный отчет и передавать его в центр занятости. Есть и такие изменения, которые коснутся непосредственно Приморья. Так, например, с 1 октября внутрикраевая авиация перейдет на зимнее расписание. В связи с этим сократится количество рейсов. На нескольких заправках в Владивостоке появится новое премиальное топливо «Грин Эко-101». Им на ряде АЗС полностью заменят 98-й бензин. Кроме того, с 1 октября абоненты ДГК в Приморье будут получать объединенную квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. Тем временем Приморье встречает октябрь уже с новым главой региона. Временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяка официально представили общественности. Сделал это в минувшую пятницу полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Несмотря на столь короткие сроки, в качестве главы региона в Рио уже успел сделать несколько заявлений касательно будущего края, а также взялся за кадровые вопросы. В студии «Радио Лемма» назначение нового главы региона обсудили журналисты, как приморские, так и сахалинские. Подробности в следующем сюжете. В конце сентября президент России Владимир Путин провел несколько кадровых перестановок, большинство из которых остались относительно незамеченными в медиапространстве. Однако почти вся страна и уж точно каждый житель Приморья знает о том, что кресло в Рио губернатора края теперь занимает экс-глава сахалинского правительства Олег Николаевич Кожемяка. Произошло это в связи с аннулированием результатов прошедших губернаторских выборов. А обсудить нового руководителя региона в эфире «Радио Лемма» решили опытные журналисты во главе с Андреем Калачинским. Прошедшие выборы неудачные, прошедшие выборы губернатора Приморского края показали, что Приморье очень разборчивая невеста. Нам хочется, чтобы у нас был и свой, и симпатичный, и эффективный менеджер. И вот благодаря нашей такой вот разборчивости нам дали лучшего губернатора Дальнего Востока. Родился и вырос новый глава края в Черниговке, а потому является коренным приморцем. Эксперты в интервью крупным медиаресурсам отмечают, что свежеиспеченный в Рио опытный политик и сможет на равных разговаривать с федеральным центром, отстаивая интересы жителей родного региона. К слову, Приморье уже четвертый регион в губернаторской карьере Кожемяка. До этого он побывал на посту главы Амурской области, Корягского автономного округа, а также занимал аналогичный пост на Сахалине. Именно журналистам с Сахалина позвонил Андрей Калачинский, чтобы узнать, что за татарским проливом думают о новом в Рио. Сахалин не успел получить все бонусы от менеджера Кожемяка. Ожиданий было больше, он просто не успел. Спикеры в эфире Леммы подробно прошлись по биографии антикризисного губернатора. Вспомнили его заслуги перед Амурской областью. Ведь там, в 2013 году, он успешно справился с последствиями тяжелейшего наводнения. Тогда СМИ сообщали о губернаторе, который фактически отстроил регион заново. Ну а спикеры эфира взяли на себя роль аналитиков и выразили свои надежды на нового временно исполняющего обязанности главы края. Ну, работа в Приморском крае, непочатый край. Там уж точно. Поэтому мы и край, что он непочатый. Жалко, конечно, что и Таратенко ушел, и он за этот год и сделал немало. Ну, такую ситуацию для себя выбрал. А мы можем только пожелать Олегу Николаевичу не опускать рук и также стремиться для улучшения нашего края, так же, как он в свое время это делал в Коряке или в Преамуре. Но сначала, конечно же, Олегу Николаевичу нужно будет отстоять свой пост на выборах, на которые, к слову, политик пойдет как самовыдвиженец. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Дамбу планируют построить на реке Раздольной в Приморье. Проработать вопрос поручил в Рио губернатора Олег Кожемяка во время визита в муниципалитет. Октябрьский район попадает в зону подтопления уже третий год подряд. По словам властей и местных жителей, проблема как раз связана с отсутствием дамбы. Глава района рассказал, что в 2001 году после тайфуна Джуди на реке Раздольной начали возводить гидротехнические сооружения, но работы были остановлены. Сейчас недостроено около половины объекта, примерно 4 километра. Олег Кожемяка распорядился принять дополнительные меры по расчистке русла водоема, а также поручил разобраться с возведением дамбы. Необходимо подготовить документы, на основании которых будет направлено обращение в правительство с просьбой выделить Приморью финансовые средства на реализацию проекта. Рыбацкая общественность России, Польши, Норвегии и стран АТР обсудят освоение ресурсов Мирового океана на 13-м международном конгрессе рыбаков. Он пройдет в Приморье с 4 по 5 октября. Одна из целей Конгресса – выработать совместные решения развития рыбной отрасли. Сегодня серьезный вклад в продовольственную безопасность страны вносят приморские рыбаки. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает именно Приморский край. Тему продолжит Максим Яковлев. Международный конгресс рыбаков во Владивостоке – это общепризнанная площадка для решения актуальных вопросов отрасли. Ежегодно это событие собирают в столице Приморья представителей государственных органов и ведущих рыбопромышленных компаний. В этом году интерес к конгрессу особенно высок. Список достиг уже 460 зарегистрированных участников. На пресс-конференции, посвященной подготовке к конгрессу, его участники рассказали журналистам об основных темах мероприятия. Так, отдельным блоком планируется обсуждение развития марикультуры. Президент Дальневосточной ассоциации аквакультура Елена Януш рассказала, что конгресс поможет решить такой насущный вопрос, как предоставление морских и земельных участков под этот вид бизнеса. В повестке конгресса также строительство флота, распределение квот и экспорт рыбопродукции. Причем обсуждаться эти вопросы будут с привлечением представителей и смежных отраслей экономики. Достаточно много сопредельных структур к рыбохозяйственному комплексу записались на участие в этом конгрессе, зарегистрировались. Всех интересует и сопредельные отрасли, и финансовые структуры, и страховые компании, и общественность, банки. Всех интересует, как же будет развиваться рыбная отрасль, какие предложения сделать рыбакам. В этом году Международный конгресс рыбаков пройдет с 4 по 5 октября. Основными площадками мероприятия традиционно станут администрация Приморского края и гостиничный комплекс «Лотте». Максим Яковлев, новости на восьмом. Во Владивостоке строят жилье по новым технологиям. 25-этажный дом по улице Небута-8 сдан и активно заселяется. Малогабаритные квартиры нового поколения в 71 микрорайоне пользуются повышенным спросом. Сознавая потребность в особенных квартирах, застройщик не стал использовать готовые проекты, а заказал разработку нового. С учетом особенностей местоположения и рациональным использованием каждого свободного метра. Что из этого получилось в нашем следующем сюжете. Первый дом жилого комплекса «Фрегат-2» встречает новоселов. 349 квартир, помещение для консьержа, просторный холл, 4 лифтовых кабины. Люди активно заселяются, знакомятся, делают косметический ремонт. На подходе еще два дома по улице Небута. Дом сдали 25 мая 2018 года. «Фрегат-2» стал первым на профессиональном уровне зеленым проектом в Приморском крае. Объект получил серебряный сертификат российской системы по повышению энергоэффективности объектов недвижимости «Гринзум». «Фрегат-2» стал первым на профессиональном уровне «Гринзум». В квартирах предусмотрено индивидуальное управление микроклиматом, в том числе автоматизированная система учета электро- и водопотребления, установлены энергоэффективные лифты, энергосберегающее освещение, встроенные датчики движения в местах общего пользования, терморегуляторы на радиаторах отопления. Предусмотрен раздельный сбор мусора и последующий вывоз его на переработку, парковочные зоны, стоянка для велосипедов. На объекте есть всё, что нужно для гармоничной и комфортной жизни в нём людей. При строительстве всех домов «Фрегат-2» применялись только экологически чистые и безопасные материалы. недвижимость в первом доме «Фрегат-2» продаётся с черновой отделкой, однако к началу строительства второго дома «Жилкап Инвест» увидел интерес покупателей на жильё с готовым ремонтом и разработал два варианта внутренней отделки, так что во втором доме квартиры будут продаваться с полным косметическим ремонтом. Получив ключи от квартиры, останется только подобрать мебель и нужные мелочи, которые придадут уют и стиль интерьеру. Ещё один плюс покупки квартиры под ключ – отсутствие назойливых звуков перфоратора и прочих радостей ремонта. Во всех домах комплекса множество различных планировочных и дизайнерских решений. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Сейчас идём на короткую рекламу, после которой… В полосатом шествии по Океанскому проспекту прошли порядка 15 тысяч человек. В Приморской столице отпраздновали День Тигра. С 1 по 7 октября во Владивостоке в третий раз пройдут вне Эрмитажа. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа. Кубок у моря объединил представителей вольной и греко-римской борьбы. Во Владивостоке собрались спортсмены из разных уголков региона. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмпункт медицинского центра «САНОС» Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Ракотская. И мы продолжаем. В полосатом шествии по Океанскому проспекту прошли порядка 15 тысяч человек. В Приморской столице отпраздновали День Тигра. С 1 по 7 октября во Владивостоке в третий раз пройдут дни Эрмитажа. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа. Кубок у моря объединил представителей вольной и греко-римской борьбы. Во Владивостоке собрались спортсмены из разных уголков региона. Во Владивостоке отметили День Тигра. Настоящий полосатый отряд прошел по улицам Приморской столицы. Несколько тысяч людей приняли участие в грандиозном карнавале. Президент России Владимир Путин направил поздравления и приветствия участникам и гостям международного фестиваля. А также отметил результаты работы защитников дикой природы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. А подробнее о масштабном праздновании Дня Тигра в сюжете Дмитрия Беломестного. Владивосток стал оранжево-черным. Город широко отметил народный и по-настоящему любимый праздник – День Тигра. Театрализованное шествие в ярких костюмах прошло от Покровского парка до центральной площади города. Настоящий полосатый отряд. Несколько тысяч горожан приняли участие в грандиозном карнавале. Главная цель этого праздника – привлечь внимание общества к проблемам сохранения дикой природы. Я коренной житель Владивостока. Соответственно, я болею за будущее нашего приморского края. Тигр – это тигрица. Я себя ощущаю тигрицей, защищаю своих детей. И у меня есть задумка баллотироваться. Поэтому все, что здесь сегодня происходит – это здорово, что такое большое скопление людей, разные интересы, но цель у всех одна. В нашей стране это, пожалуй, уникальный случай, когда экологический праздник стал общенародным. С каждым годом, а День Тигра проводится уже в 19-й раз, на карнавальное шествие выходят все больше людей. Продолжилось празднование на площади. Творческая студия «33 плюс 1» установила гигантского тигра раскраску. На черно-белой кошке оранжевой краской рисуют и пишут все желающие. На сцене торжественные речи и призывы хранить приморский край и беречь природу. Я рад, что этот праздник дал новый толчок в развитии инфраструктуры, в защиту дикой природы, в защиту тигра. Начал помогать людям, которые в этой сфере трудятся. Я рад, что инициатива президента и активной команды фонда «Амурские тигры» и лично Константина Анатольевича очень нашла отклик в сердцах многих. И мы видим, насколько ярким и масштабным стал праздник. Далее вручили призы и памятные подарки участникам праздника, а затем концерт, в рамках которого жители города послушали композиции начинающих музыкантов Владивостока и кавер-версии песен известных групп «От Алисы до кино». Кроме концерта на площади прошли соревнования на лучший рисунок и мастер-класс по лепке миниатюрных тигров. Веселые викторины для малышей, несколько тематических фотозон, огромное количество точек с аквагримом, мастер-классы по изготовлению воздушных змеев. Кстати, идея запуска воздушных змеев появилась буквально накануне праздника. Зоозащитники обратились в администрацию города с просьбой отказаться от запуска воздушных шаров. Мы пришли впервые с нашими первоклассниками, до этого ни разу, к сожалению, не были здесь. Очень понравилось. Понравилось, девчонки? Да! Он герб Владивостока, он хороший, он защищает нашу Россию, мы его тоже с удовольствием будем защищать. Также в рамках Дня тигра традиционно организовали проект по обмену фотографиями «Фотосушка». Участники могли повесить свои распечатанные снимки, сушиться на веревке с помощью белевых прищепок, а в обмен забрать любые другие. Рядом установили еще одну небольшую сцену. Здесь начинающие музыканты Владивостока проводили свой небольшой концерт. В праздновании Дня тигра хозяина Приморской тайги и самой крупной кошки планеты приняли участие порядка 15 тысяч человек. День тигра давно уже вышел за рамки просто экологического праздника. Он стал семейным и дал толчок к развитию всей необходимой инфраструктуры для защиты этих животных. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Во Владивостоке заложили первый камень парка природы Дальнего Востока и музея Амурского тигра. Они разместятся в районе Бухтыновик на Русском острове. В торжественной церемонии приняли участие руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер Алексей Гордеев, министр Дальнего Востока Александр Козлов, в рио губернатора Приморья Олег Кожемяка, глава Владивостока Виталий Веркиенко и другие почетные гости. Планируется, что уже через три года идея по созданию сафари-парка и музея тигра будут воплощены в жизнь. Они появятся на территории общей площадью 16 гектаров. Здесь будут жить амурские тигры, которые не могут быть возвращены в дикую природу. При этом условия содержания будут максимально приближены к естественной среде обитания. Понаблюдать за ними смогут жители и гости Приморья. Здесь создадут специальные видовые площадки и маршруты. Музей амурского тигра будет посвящен истории изучения и сохранения редкого хищника. Также в парке планируется открыть общественные пространства, научно-исследовательский кластер и образовательные площадки. Дни Эрмитажа уже в третий раз стартовали во Владивостоке. С 1 по 7 октября для жителей гостей города будут открыты серии мастер-классов, выставки, эрмитажные лектории, а также работа кинотеатра виртуальной реальности. В рамках события впервые в городе состоится День студентов картинной галереи. Подробнее о программе Дни Эрмитажа расскажет моя коллега Анна Бережная. День Эрмитажа Проект направлен на популяризацию культурного наследия. В парадном зале представлена выставка «Интерпретация лучшей» секции творческая фотография молодежного центра Эрмитажа и студентов факультета фотографии Нью-Йоркской школы дизайна Парсонс. Презентация центра, где создаются экспериментальные образовательные и культурные программы для студентов – основная тема Дни Эрмитажа. В рамках лектория в Дальневосточном федеральном университете по традиции пройдут лекции, которые прочтут сотрудники молодежного центра. Профессиональная программа, мастер-классы по реставрации произведений восточной живописи пройдут с 1 по 3 октября. Перенять новаторский опыт коллег соберутся специалисты со всего Дальнего Востока – Якутска, Иркутска, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Владивостока. А на выставке Эрмитажная библиотека желающие смогут познакомиться с каталогами, научными трудами, путеводителями. Студентам вузов представится уникальная возможность стать читателями специализированной библиотеки Приморской картинной галереи. Уже третий год подряд мы получаем от библиотеки государственные Эрмитажные издания. И каждый раз их более ста. И в этом году мы также получили замечательные издания, которые издавались в Эрмитаже в течение года. В честь Дней Эрмитажа 2018 состоится и торжественная церемония выпуска памятной почтовой карточки с изображением произведения «Натюрморт» французского художника начала XX века Жана Жавино. Первые подписанные экземпляры почтовой карточки пополнят музейные коллекции. Почта России даст возможность всем желающим отправить бесплатные открытки с площадки мероприятия. Посетить это знаковое событие приглашают 2 октября. Третьи дни Эрмитажа во Владивостоке продлятся до 7 октября. Вход на все мероприятия в парадном зале свободный. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Астрофизики ДВФУ сняли в профиль главную комету осени, которая носит имя Джакобини Циннера. Космическое гостье приближается к Земле. Хорошая погода в сентябре позволила сделать качественные снимки и получить уникальный материал для исследований. На основе этих данных будет подготовлена статья для публикации в одном из авторитетных научных изданий. Наблюдение ведет группа космических исследований Школы естественных наук под руководством ведущего научного сотрудника Евгения Зубко. В коллектив входят молодые ученые университета, а также сотрудники Уссурийской астрофизической обсерватории. Исследование комет дает возможность получить новую информацию о свойствах космической пыли. Изучение частиц является фундаментальным направлением науки, позволит узнать об истории образования и последующей эволюции Солнечной системы. На этой неделе жители Приморья еще смогут насладиться теплой осенней погодой. Воздух местами прогреется до плюс 22 градусов. Однако уже в воскресенье погоду испортит тайфун, сообщает Примгидромет. Как рассказал его глава Борис Кубай, сначала из-за дождя в ночь на вторник значительно похолодает. Местами температура опустится до минус 5-7 градусов. Дальше синоптики ожидают повышения температурного фона. Снова установится спокойная и достаточно теплая погода. А 7 октября, по прогнозам, над Японским морем будет проходить тайфун, который заденет по большей части восточную часть региона. Здесь ожидается дождь, местами сильный. Однако за счет того, что проходить стихия будет достаточно быстро, вызвать подтопление тайфун не успеет. И далее к новостям спорта. Борцы с разных уголков Дальнего Востока встретились на турнире Кубок у моря. Ежегодные соревнования по спортивной борьбе в этот раз отметились необычным форматом. На одной площадке за медали сражались одновременно представители вольной и греко-римской борьбы. О том, чем еще отличились крупные состязания во Владивостоке, расскажет Максим Яковлев. Традиционный борцовский Кубок у моря проходит во Владивостоке уже шестой год подряд. Еще на старте этих соревнований в них закладывалась одна простая идея – популяризировать олимпийские виды спортивной борьбы. В этот раз задачи справились на ура, потому как организаторы смогли объединить на коврах как вольников, так и греко-римлян. Этот турнир сегодня собрал 360 участников. И, конечно, мы не ожидали такого количества, только от Якутии 60 человек приехало. Поэтому я очень-очень рад этому. Безусловно, это все поможет развитию и на Дальнем Востоке, ну и, конечно, прежде всего в Приморском крае. Такие смешанные состязания собрали в Краевом доме физкультуры ребят в возрасте до 16 лет. Турнир позволил тренерам проанализировать, кто из подопечных, в какой форме находится после межсезонья и летних каникул. За такой проверкой поехали спортсмены с самых разных уголков восточной части страны. Сибирский федеральный округ выиграл. На Россию ездил, не вошел в десятку. Приезжаю редко, второй раз на Востоке. Ожидание. Ну, большой и масштабный турнир. Есть побороться с кем. К этим соревнованиям я две недели готовился. Сбрасывал вес. Они другие. Раньше таких не было. Тут намного больше человек и интереснее. Борцы выкладывались на полную, сражались по несколько минут. Однако часто последнее слово все же оставалось за судьями. Наверное, ни в одном другом боевом виде спорта не увидишь таких ожесточенных споров среди рефери. Судейство в спортивной борьбе – чрезвычайно сложная вещь. Нужно следить за каждой мелочью и быть максимально беспринципным. Не зря на таких турнирах даже стоит система с видеоповторами. А для вынесения финального результата приходится пару минут посовещаться. Лучшие борцы в своих весовых категориях по итогу получили заслуженные награды. Однако помимо них чествовали и тех, кто отличился ранее. Свои долгожданные и значимые корочки получили мастера спорта и судьи всероссийской категории. Как отметили в местной федерации, сейчас в осенне-зимний сезон домашних турниров не будет. Все потому, что приморцев ждет череда выездных соревнований. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Поздравление президента и звезд. Полосатое шествие – концерт известных российских групп «Владивосток» с размахом отметил День тигра. Новые кадровые назначения, изучение проблемных вопросов и первые решения в Рео губернатора Олег Кожемяка входят в курс дела, а общественность предполагает, что ждет Примурье с приходом очередного главы региона. В неделе Эрмитажа во Владивостоке объявлена открытая лектория, кинотеатр виртуальной реальности, кинопоказы. Жителей и гостей города ожидает насыщенная программа. Новые законы вступают в силу в октябре. Теперь дата регистрации брака станет открытой. Застройщиков обяжут предоставлять более полную информацию о домах, а организации отчитываться о работающих пенсионерах. Октябрь еще побалует погодой, тепло вернется в Примурье, но и приведет за собой очередной тайфун. Кубок у моря объединил представителей вольной и греко-римской борьбы. Во Владивостоке собрались спортсмены из разных уголков региона. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях. Или на наш официальный сайт, там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249 88 12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. В этом году Примурский край отмечает юбилей. 80 лет со дня основания. Наш край отличается уникальной природой, а также может похвалиться удивительной этнической картиной. Примурье – дом для многих народов. Здесь проживают 158 национальностей. Население региона около 2 миллионов человек. Большинство составляют восточнославянские народы, русские, украинцы. Также проживают корейцы, китайцы и представители коренных малочисленных народов Дальнего Востока – нанайцы, удыгейцы, орочи и другие. Очередной мини-фильм из серии «Примурье-80» посвящен многообразию национальностей и культур нашего края, которая придает жизни на приморской земле особый колорит. Поэтому смотрим клип вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Роакотская. Увидимся на восьмом. Приморский край отмечает 80 лет со дня основания. Его главное богатство – это люди, которые его населяют. За то небольшое время, которое край входит в состав России, его жители стали представителями множества национальностей. И каждая из них придает жизни Приморья особый колорит. Приморский край – дом одной из самых малочисленных народностей – УТГ. Они проживают на севере края в бассейнах заповедных рек. Известный исследователь Дальнего Востока Арсеньев называл их «лесные люди». В это название вложен весь уклад жизни удыгейцев. Они с давних пор известны как искусные охотники и рыболовы – настоящие жители тайги, способные долгие недели проводить в лесу вдали от дома. Предметы их культуры хранятся во многих музеях страны. А чтобы познакомиться с их бытом, который во многом остался неизменным, с давних пор в Приморье приезжают исследователи со всего мира. Наваристый плов, борьба куреш и, конечно, национальные песни. Вот уже больше четверти века в Приморье отмечают Сабантуй. Изначально праздник татар и башкир давно перешагнул рамки культур этих народов, да и никогда не был закрытым. Праздненство проводят так, чтобы любой желающий мог принять в них участие на большой площади или стадионе. В переводе с татарского «сабан» значит «лук», «туй» – «свадьба». Этот смысл был заложен в традиции отмечать праздник после проведения пассивных работ, хотя сейчас Сабантуй отмечают намного позже. Праздник давно уже приобрел характер многонационального и стал понятием многим народностям, проживающим в крае. Новые старые жители Приморья – так можно назвать староверов, которые спустя долгие годы после того, как покинули Россию, вернулись домой. Их удивительная судьба богата на приключения. После революции они жили в Китае, Бразилии, Боливии и, наконец, вернулись домой в Россию. Здесь они занимаются тем, что умеют лучше всего – фермерством. Разводят птицу, коров, работают в поле. Им помогают краевые власти. Опыты, навыки переселенцев высоко ценятся в сельском хозяйстве. Символ дружбы и большой праздник для многонационального края – ежегодный конгресс народов Приморья. Здесь собираются представители всех диаспор и национальных объединений края. А самое главное – проходит большая ярмарка. Это лучшая возможность поближе познакомиться с самобытной культурой каждой народности – от УДГ до казахов, от корейцев до татар. Это большой праздник, который объединяет людей, которые выбрали своим домом Приморский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова